Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В котельной поселка Петровская была проведена плановая тренировка по ликвидации аварии. Сообщайте начальник участка о вызове аварийной бригады. В рамках акции «Доброе дело» продолжается отправка гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области. Я считаю, что это в принципе долг каждого жителя – помогать нашим соотечественникам. В шестом микрорайоне прошел турнир по футболу среди дворовых команд. Первую игру выиграли 2-1. После второй игры первый тайм 0-0. К Молоковской школе пристроили новый корпус для начальных классов. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров проверил его готовность. Все подробности у нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Уже к началу этого учебного года заработает новый корпус для начальных классов, который пристроили к Молоковской общеобразовательной школе. Здание рассчитано на 237 учащихся. Его возвели при поддержке правительства Московской области и частной компании застройщика. Этот блок позволит значительно разгрузить основное здание школы. Поможет нам сократить вторую смену практически в два раза. В прошлом году учебным дети обучали шестые, седьмые, восьмые и вторые, четвертые. В этом году у нас остаются только вторые и третьи классы, а средняя и старшая школы уходят в первую смену. Штат преподавателей полностью укомплектован. Мебель и сантехника установлены. Пищеблок и столовая снабжены нужным оборудованием. На территории сооружена детская площадка. Перед тем, как новый корпус откроет свои двери для школьников, его осмотрел глава муниципалитета Станислав Катаров. Я благодарен коллегам, инвесторам, которые завершили эти работы, сделали над собой усилия и пошли навстречу для того, чтобы наши дети к первому сентября имели эту пристройку, имели возможность учиться в комфортных для себя условиях. Кроме этого, к началу учебного года откроют еще два крупных общеобразовательных учреждения. В Ленинском городском округе мы вводим большую школу на 1550 в Бице. На 1100 мест вводят школу ПИК, это Боброво. До конца 2024 года будет закончено строительство трех школ, расположенных в пригороде Лесное, Ермолине и Коробове, общая вместимость которых составит 3300 мест. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В котельной поселка Петровская прошла плановая тренировка по ликвидации аварии. Как прошел процесс устранения инсценированной поломки и как быстро отреагировала центральная подстанция, узнала Инга Янчук. Лето подходит к концу. Тепловые и водопроводные сети многоквартирных домов и социальных учреждений проходят тестирование на готовность к предстоящему отопительному сезону. Противоаварийная тренировка состоялась в котельной поселка Петровская. Мы выбрали данную котельную в Петровском для того, чтобы сейчас здесь на месте проработать по конкретному сценарию вариант аварийной ситуации, возможной аварийной ситуации в зимний период. На тренировке по отключению котельной присутствовали заместитель главы округа Татьяна Калямина, представители управляющих компаний и жилищно-коммунальной сферы. Сотрудники Видновского ПТО ГХ наглядно показали, как проходит аварийное отключение котельной. Первым делом трубы необходимо освободить от газа. Включают обязательно газо-горелочное оборудование. По звуку слышно спускают газ в свечу безопасности и продувочную свечу, чтобы не было никаких последствий. После котельная выходит на связь с диспетчером, которому необходимо узнать о причинах аварии и сроках восстановления энергоснабжения. У нас произошло отключение электроэнергии котельной Петровской воинской части. Сообщайте начальнику участка о вызове аварийной бригады. Аварийная бригада прибыла на место в течение 15 минут с передвижным дизель-генератором и произвела запуск оборудования. Генератор, который нам необходим для возобновления электроснабжения котельной, прибыл на место. Аварийная бригада, которая обслуживает наши генераторы, она произвела подключение к котельной. Это у нас имитация, но мы все посмотрели, что генератор прибыл, что он завелся, что он может подавать электроэнергию. Пока передвижной дизель-генератор подключали к котельной, внутри производился запуск газового оборудования. Я запустила газ, закрыла свечу и включила котел. Котельная снова введена в эксплуатацию. Тренировка прошла успешно, а также показала, что в Ленинском округе подобные внештатные ситуации решаются оперативно. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Все лучшее детям. Еще в одном дворе Видного появилась новая детская площадка. Теперь мальчишки и девчонки проводят здесь все свое свободное время. Екатерина Коваленко подтверждает, радости детворы нет предела. Мечта юных видновчан, ставшая реальностью, так смело можно сказать о новой детской площадке, появившейся у дома номер 83 по Школьной улице. Поздравить жителей с этим добрым и радостным событием приехала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. В эти замечательные летние солнечные дни открываются вот такие благоустроенные, безопасные детские игровые площадки во дворах. Губернаторам в адрес детства в Московской области делается очень много. Вот сейчас ежедневно происходит вручение детских портфелей многодетной семье. Площадка занимает 300 квадратных метров и стилизована под сказочный лес. Она включает игровые элементы, скамейки, освещения, ограждения, урны и камеры системы «Безопасный регион». На площадке есть все, что нужно для игр – качели, карусели, горки, лазалки и множество элементов для активного досуга ребят разных возрастов. А под ногами здесь безопасное резиновое покрытие, по которому так приятно бегать и прыгать. Площадка очень крутая, особенно вот эти черные качели. Площадка очень классная, мне здесь нравится. Довольно не только дети, восторги и родители. Именно местные жители активно голосовали на портале «Добродел», чтобы площадка попала в специальную губернаторскую программу. Кстати, игровой комплекс появился в рекордно короткие сроки – всего за один месяц. Одна группа приехала, сделала покрытие, другая группа приехала, ну я имею в виду, асфальт сделала, следующая группа покрытие, и вот поставили все тренажеры, это тоже группа следующая была. Очень слаженно, очень хорошо. Данная губернаторская программа действует уже 11 лет. За это время в Ленинском городском округе появилось 12 таких многофункциональных детских площадок. Екатерина Коваленко, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Блинное ТВ. В рамках акции «Доброе дело», созданной при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Ленинском городском округе продолжают собирать гуманитарную помощь для отправки пострадавшим в Курской области. Какой груз подготовили на этот раз, узнала наш корреспондент Юлия Стоферова. Акция «Доброе дело» объединяет неравнодушных жителей, молодежь, представителей разных организаций. Все они участвуют в сборе гуманитарного груза по всей Московской области. Так, например, в Ленинском городском округе уже во второй раз учреждения по работе с молодежью «Энергия» и волонтеры Подмосковья собрали гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области. Мы отправляем сухие пайки, канцелярские товары для школьников, одежду, предметы личной гигиены и первой необходимости. Принести все это может любой желающий. В социальных сетях есть список вещей первой необходимости. Главное условие, чтобы одежда была чистой и в хорошем состоянии, а продукты были свежими. Пункт приема находится по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 16. Он работает с понедельника по пятницу. Собранные товары сначала отправляют на склад, который находится в городе Балашиха. Там вещи тщательно сортируют и распределяют по адресам. Я считаю, что это в принципе долг каждого жителя – помогать нашим соотечественникам, которые попали в беду. Поэтому буквально достаточно было одного поста в соцсетях о сборе гуманитарной помощи. И люди сами несут. И мы с удовольствием им помогаем и отправляем этот груз по назначению в распределительный центр. Анна Разумова состоит в движении волонтера Подмосковья около пяти лет. За эти годы она по-настоящему прониклась этой деятельностью. Очень много я уже совместила коллективов, которые объединяются в одну большую команду. Ребят в первую очередь надо, конечно, мотивировать, показывать, что они получат в волонтерской деятельности. Как для меня, опять же, делюсь своим опытом. В первую очередь связи, новые знакомства, новые эмоции, новые поездки. Ребята реально просто хотят помогать. И это самое главное. К доброму делу присоединилось уже много жителей города. Ежедневно они собирают тонны одежды, медикаментов, продуктов, средств личной гигиены и многих других предметов первой необходимости. Сделать свой вклад и помочь нуждающимся может каждый. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу задержали ранее судимого 28-летнего жителя Рязанской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе патрулирования территории в районе деревни Жабкино полицейские обратили внимание на мужчину, который выходил из лесного массива. Заметив патрульный автомобиль, он бросил пакет и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. При проверке документов гражданин заметно нервничал и не мог пояснить, с какой целью находился в лесу и что он выбросил. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Внутри выброшенного пакета находилось 30 свертков с веществом светлого цвета. Также при личном досмотре злоумышленника в кармане штанов обнаружено еще 30 свертков с аналогичным содержимым. Общая масса изъятого составила 120 граммов. Согласно заключению эксперта, экспертно-криминалистического центра, порошок в трех исследуемых свертках является психотропным веществом амфетамином. Задержанный пояснил, что изъятое является наркотиком, который он приобрел через закладку для дальнейшего распространения. В отношении злоумышленника следователям следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В детской поликлинике города Видное уже год работает кабинет медицинской реабилитации. Наличие современного оборудования и квалифицированных врачей способствует раннему выявлению и профилактике заболеваний у детей. В детской поликлинике города Видное успешно функционирует кабинет медицинской реабилитации, предоставляющий широкий спектр услуг для детей с различными заболеваниями. Здесь можно пройти все этапы реабилитации – от обследования до посещения специалистов. Все нужное оборудование для проведения эффективных процедур здесь есть. В августе прошлого года мы пролицензировали кабинет врача по медицинской реабилитации. Уже в течение года мы проводим реабилитацию детям с перинатальным поражением нервной системы, центральным поражением нервной системы и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Одной из ключевых программ является реабилитация детей с ДЦП. Это целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение двигательных функций и качество жизни пациентов. Ты, конечно, пешком шел или ехал? Шел. Шел. По поликлинике шел, да? Да. Дети, которые сюда приходят, бывает такое, что уже к концу реабилитационного периода, в течение двух недель, на восьмой день уже показывают результат. Руки от Салиева обратилась в кабинет реабилитации, когда ее ребенку было три года. Поставили диагноз «задержка речевого развития». Сейчас Амир проходит уже четвертый курс, каждый из которых длится две недели. После первого курса я уже заметила улучшение, в хорошую сторону. Мы занимались с логопедом, со специалистом ЛФК, нейропсихологом. И нам проделали 10 сеансов массажа. Все предельно просто, нет никаких долгих походов по врачам. Достаточно обратиться к врачу-педиатру, получить направление и посещать лечебные мероприятия под контролем специалиста. Прекрасные врачи, прекрасные отношения к своей работе, к детям. Видно профессионализм, прям с большой буквы врачи. Очень трепетно относятся к каждому ребенку, дети непростые, с особенностями. Занятия в кабинете сенсорной интеграции тоже входят в комплексную реабилитацию. Основной контингент детей, которые ее проходят здесь, это дети с расстройством аутистического спектра и с задержкой психоречивого развития. «Это оборудование позволяет выстроить с ними взаимодействие таким образом, что включаются другие органы чувств. То есть тактильный контакт, зрительное восприятие, слуховое». Мероприятия на базе детской поликлиники включают лечебную физкультуру, массаж, работу с логопедом, психологом, физиотерапию, галлокамеру и теплолечение. Особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваний, что позволяет начать лечение на начальных стадиях и достичь лучших результатов. «Особый акцент мы делаем на детях раннего возраста, потому что это самое благоприятное время для того, чтобы убрать совсем эту патологию, чтобы не было никаких последствий, не было хронизации процесса. Это дети раннего возраста до года». У каждой мамы есть собственное расписание на курсы реабилитации. Ребенок приходит к указанному часу, что позволяет экономить время и качественно заниматься со всеми специалистами. Инга Инчук, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видна ТВ. В шестом микрорайоне прошел турнир по футболу среди дворовых команд. Мероприятие уже стало традиционным и собирает любителей этого вида спорта разных возрастов. Посмотрела захватывающие матчи, не уступающие профессиональным первенствам, и наша съемочная группа. Эти ребята только мечтают сразиться с известными футболистами и сыграть на лучших стадионах мира. А пока демонстрируют свое мастерство на дворовом турнире. Спортивная площадка возле дома номер 15 на улице Завидной стала для жителей шестого микрорайона центром притяжения и местом главных событий. Зимой это хоккейные турниры, летом футбольные. Организаторы соревнований – сотрудники Центра физической культуры и спорта, лидер и местного территориального отдела. Традиционно ежегодно проводятся турниры. Зимой это турнир по хоккею, летом турнир по футболу. Предварительно были разосланы информации о том, что будет проводиться. Регистрация у нас проводилась как онлайн. Но детки также могли и непосредственно перед проведением мероприятия зарегистрироваться. За победу сражались четыре детские команды. В каждой игроки разных возрастов – от 8 до 14 лет. Такая система выбрана не случайно. Младшие учатся у старших, а те, в свою очередь, становятся наставниками и друзьями для самых юных футболистов. В этом уверены капитан и вратарь команды с символичным названием «Победа» – Иван Баранов и Кирилл Гончаров. Они рассказывают, благодаря взаимопониманию сыгранности, показали отличные результаты. Первую игру выиграли 2-1. После второй игры первый тайм 0-0. В некоторых моментах везет. Этот вид спорта мне больше всего нравится. А чем? Ну, тем, что тут можно разминать ноги, тут можно побороться. Главные болельщики – ребят, конечно, родители, которые не скрывали своих эмоций и чувств во время напряженных моментов игры. Давай-давай-давай! Антон защитил. Пойди, Антон, забери! Молодец! Давай-давай-давай-давай! Хорошие мероприятия проводят в связи с тем, что молодежь в данный момент у нас немножко другого. Ходит дома в телефонах, сидит, в компьютер играет, а тут общие общаются на свежем воздухе, не где-то в замкнутом пространстве. Это очень хорошее мероприятие. Почаще бы еще они были бы. Турнир получился ярким и шумным, как на больших чемпионатах. Все команды достойно сражались за победу и показали хорошую игру. Победу в первенстве одержала команда «Спартак-52», но проигравших в этот день не было. Все участники получили призы, грамоты и подарки. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова